Что же, я еще раз всех приветствую, братья. Еще один поединочек для вас разобрал, а именно Кейтлин Чукагян против Аманды Римас. Интересное противостояние, учитывая каких нереальных, можно сказать, оборотов набрала Чукагян. Поединок с Майей, когда многим казалось, что Майя за счет борьбы все так-то затянет. Также Синькия Кальвилья, Антониной Шевченко, такие очень серьезные и неплохие оппонентки были в карьере. И проигрывала реально таким топовым девушкам. Это Валентина Шевченко, это Джессика Андраде, которая нереально заряжена, обладает навыками как в партере, так и сильно заряжены в стойке. И нокаутирующая мощью. В принципе, очень стойкая и потажная, такая классная девушка в ЮСЕ Кейтлин Чукагян. Давно за ней слежу. И знаете, вот там, где ожидаешь от нее победы, в принципе, она ни разу не подводила, где реально ожидаешь от нее победы. Понятно, что там с Андраде, там с Валентиной Шевченко, там победы мало кто мог вообще предполагать, что-то так оно и случалось. Что же касательно ее оппонентки, Аманда Римас, это 12 боев, 10 побед, 3 нокаутом, 4 решением, 3 сабом. 2 поражения, 2 нокаута. Но, учитывая стоить то, что нокаутом, она, в принципе, проиграла Марини Родригес. Учитывая явную нокаутирующую мощь Марини Родригес, это не зазорно и не говорит о том, что Рибас как-то пробитая, да. Тем более, как мы знаем, Кейтлин Чукагян обладает, точнее не обладает прям такой нокаутирующей мощью. Девушка заряжена переграть своих оппоненток в основном в стойке, у ней там нереально хорошо получается разбивать на дистанции. Неудобная, скользкая, под ее стиль, в принципе, тяжело подстроиться. И вот, знаете, ну не вижу я то, что действительно, ну на канвасе может там какой-то тейкдаун провести у Рибас получится. Но не будем забывать, что Чукагян очень классно защищается от тейкдауна, перевода в партер. И сама там может составить определенную конкуренцию. В стойке, я считаю, ну при всем моем уважении к команде Римас, ну там ей делать нечего, Чукагян в стойке. Кейтлин будет уверенно разбивать на дистанции, работая, скорее всего, на набор баллов. Вот, две ставочки предложу. Первая ставка, это полная дистанция, 1.45. Да, кейф невеликий. И вторая, это Кейтлин Чукагян с судейским решением 2.15. Вот, две ставочки предложу на данное противостояние. Ну, знаете, уверен я почему-то здесь в победе Кейтлин. Должна она затягивать. Не такая уж классная оппонентка прямо Мандаримас. Пожелаю удачи, Кейтлин. Ждем зрелища от девушек. У меня на этом все. До новых прогнозов. Продолжение следует... Продолжение следует...